Здравствуйте! Мы продолжаем отвечать на вопросы наших зрителей. И следующий вопрос волнует многих сегодня. Его нам прислала на почту жительница областного центра. «Нужно ли ходить в церковь?» – спрашивает она. «Я и так стараюсь не грешить, живу по совести, помогаю нуждающимся. Молиться ведь можно и дома». На этот вопрос отвечает Иерей Яков Коробков, клерик Спасского женского монастыря города Ульяновска. Да, действительно, это хороший, интересный, я бы сказал, фундаментальный вопрос. И наполовину я с вами соглашусь. В том смысле, что и домашняя молитва, и творение добрых дел, и иные христианские подвиги возможны и необходимы и за церковным порогом. То есть христианинам нужно оставаться не только под сводами, под куполом храма, но и в повседневной нашей жизни, на любом месте, где бы мы ни находились. И призывать Бога на помощь, разумеется, можно и дома, и в любой точке планеты, и даже на ее орбите, будучи, например, космонавтом. Однако важно понимать, что в храм мы приходим не только для того, чтобы Бога о чем-то попросить, или в лучшем случае поблагодарить его за что-то. И чтобы ответить на этот вопрос, нужно просто разобраться с тем, что человек может получить для себя, найти для себя в храме, и, следовательно, для чего они вообще существуют, для чего мы их посещаем. Для начала я могу привести два примера из близкой мне спортивной области, которая ясно и доходчиво проиллюстрирует простую житейскую истину, что очень многие вещи на свете делаются обща, группой, гораздо эффективнее, полезнее, да и, пожалуй, просто радостнее, нежели в одиночку. Ну, например, гребля, будь то на байдарках, на каное, на чем угодно. А ясно, что лодка, двойка или четверка всегда обгоняют одиночку, потому что усилия многих людей в совокупности не сопоставимы с усилиями одного человека, кем бы он ни являлся. Или, например, группа велогонщиков. При условиях сложенной работы и достаточного запаса времени неминуемо обгоняет гонщика, уехавшего в сольный отрыв. По той простой причине, что они борются не только сами с собой или друг с другом, они преодолевают сопротивление. Преодолевают сопротивление воздуха, все возрастающее с скоростью движения. И гонщики в группе, выходя на смену, выходя вперед, во главу, дают возможность отдыхать тем, кто сзади. Отдыхать, набираться сил с тем, чтобы со временем выйти в лидеры и мчать за собой всю группу. Приблизительно так же, ну это, разумеется, примеры, но приблизительно так же и в совместной соборной, церковной молитве люди, находящиеся в храме, помогают друг другу. Они и умножают совместные молитвенные усилия, и просто поддерживают друг друга в этом достаточно непростом делании обращения к Богу. Если же говорить по существу вопроса, то важно просто понимать и иметь в виду, что можно на этот вопрос ответить всего несколькими словами. Таков замысел Творца о людях. Христос основал Церковь, придя на землю, ставшей Богочеловеком, не как сообщество домоседов-одиночек, который каждый в своем углу просит Бога о чем-то своем, для Него лично важном, а именно как некий единый организм, сообщество учеников и последователей. И этот принципиально важный момент упомянут во многих местах Священного Писания, и для человека внимательно, вдумчиво и непредвзято читающего Евангелие не может не броситься в глаза целый ряд христовых слов, некоторые из которых я сейчас вам приведу. Ну, например, общеизвестная цитата, слова Христовые, обращенные к Отцу, когда Он молится о своих учениках. «Да будут все едино, как мы едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, то есть христиане, да будут в нас едино». Или в другом месте у апостола Павла мы читаем, «Ибо все мы одним Духом крестились», подчеркиваю, «одним Духом крестились в одно тело». И Христос действительно является главой этого мистического тела Церкви, в котором все мы являемся как бы частичками. Как бы отдельными частями, сливающимися, составляющими одно целое. Он прямо говорит, что Иисус есть глава тела Церкви. Можно так сказать, что Христос пришел для того, чтобы объединить людей в такое удивительное мистическое сообщество, в котором они соединяются с самим Богом, но также объединяются друг с другом. А вот, например, дело дьявола, Божьего врага и врага, в том числе и рода человеческого, дело противоположное – разъединять. Мы с вами знаем слова Христова о том, что дьявол просил сеять людей, как пшеницу. Что значит сеять? То есть разъединять, разобщать. Вот было решето зерна, да, и вдруг их разбросали поодиночке, и они теперь далеко друг от друга, и былого единства уже нет. То есть мы видим, что дело разъединения и разобщения – дело сатанинское, дело противоположное изначальному Божьему замыслу. Поэтому можно сказать, что если человек не просто в Бога верит, а подлинно Его ищет и хочет служить Ему, то он неизбежно приходит к церковному порогу и, как следствие, к церковной жизни. Если подойти к этому вопросу с другой стороны, то можно сказать, что в библейском понимании церковь не есть некий клуб по интересам или кружок изучения Библии, в который человек при желании может ходить, а при отсутствии желания может и вовсе игнорировать это сообщество. Церковь в библейском понимании – это нечто такое, некое удивительное явление или место на земле, в котором по Божьему замыслу люди соединяются с Творцом. Дети приближаются к своему Отцу и Создателю, и это место, где, по слову многих святых, небо становится к земле ближе. В Евангелии есть очень красивые слова Христа Спасителя, когда Он говорит, сравнивает себя с лозой, а всех людей – с ветвями. «Я есть лоза, а вы – ветви». Говорит Он, обращаясь к каждому человеку, а не только к своим современникам. «Если ветвь не прибудет на лозе, она не может приносить плода. Так и вы, если не прибудете во Мне, то не сможете творить ничего». Вот этот библейский принцип очень хорошо показывает, в чем важность и ценность именно единения людей в церкви. в том, что именно там и только там происходит удивительное, таинственное, мистическое соединение человека со Христом, верующего с тем, в кого он верует, и кого он ищет, кого любит, кому стремится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова